Что такое ТОС и какие у него возможности? Об этом мы поговорим сегодня в программе Актуальное интервью. У нас в гостях председатель ресурсного центра НКО Вера Дроздова. Вера Авенировна, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть в студии. Расскажите, что такое ТОС и кто в него входит? Что такое ТОС? Это территориальное общественное управление, понимается, как самоорганизация граждан по месту жительства, на части территории, для осуществления собственных инициатив, подчеркиваю, собственных инициатив, под собственную ответственность также, ну и для решения полномочий местного значения. Много у нас ТОСов в Ненецком округе? Всего 14 ТОСов. 11 ТОС у нас на территории города. Очень хочу, значит, у нас есть ТОС в Хангурее, замечательно работает давно уже, без образования юридического лица. Также ТОС есть сейчас новый, ТОС очень хорошо работает. Они заявляются на все гранты, потому что они являются юридическим лицом в форме НКО. Это ТОС в Шойне. А первый ТОС давно был создан на территории округа? Первый ТОС у нас был создан на территории Старого аэропорта, тогда еще строящегося микрорайона. Там было фактически пока еще три улицы, Российская, Рябиновая и Светлая, да? ТОС Старый аэропорт. Они были созданы в ноябре 2011 года, собрание граждан. Они также являются первым ТОС в Архангельской области, которые зарегистрировались в форме НКО. Этого я не знала. Расскажите о самых лучших практиках. Что удалось благоустроить за это время? Что удалось вообще сделать? Как улучшить жизнь горожан с помощью ТОСов? Ну, благоустроить. Благоустраивать. Что такое ТОС? ТОС это люди, да? Они проживают на своей территории. У них нет собственного бюджета для того, чтобы какие-то большие проекты реализовывать. Правильно? Они же не могут построить сами свою дорогу. И поэтому самое главное для ТОСа это взаимодействие с местной властью, с администрацией муниципальной. Также взаимодействие с депутатами муниципального уровня. Почему? Потому что от этого зависит бюджет. То есть люди, которые проживают на территории, могут... ТОС организовали, и не обязательно же они должны будут юридическим лицом быть и заявляться на гранты. Самое главное, они организовали жизнь людей внутри этой территории. Организовали, провели собрание, поняли, что им надо, там необходимо сделать по благоустройству, как организовать жизнь, кто у них там проживает. Очень много детей, значит, они будут проводить досуговые какие-то мероприятия. Или очень много пожилых людей проживает, значит, они досуговые мероприятия или еще как-то помогать будут старшему поколению жить. Но, конечно же, у нас ТОСы очень разные. ТОС Сахалин, у них клуб организован, взаимодействует, самоработает, настоящий клуб. Это для людей пожилого возраста? Все, там все проживают. Там все проживающие на территории этой. Также они очень хорошо работают с другими ТОСами, и у них мероприятия проходят на их территории, в их клубе для всех ТОСов. Они там и клубы по интересам собираются, вот клуб Рябинушка. На театре у них даже домашние, помню, было. У них там очень много собраний проводят. Они закупили на гранты имущество, которое необходимо для своей деятельности. Вот, очень хорошо работает клуб. То Старый Аэропорт, не имея своего клуба, тем не менее, очень хорошо реализовывают свои проекты. У них, значит, они даже на грант засыпали переулок Граве. Вроде бы, это полномочия, если разобраться с городом, тем не менее, они смогли это сделать, потому что им надо было это сделать быстро. И они это сделали. Самое-то главное, ТОСы, они представляют интересы граждан в муниципалитете. Председатель совета ТОС правления, если они там как будут называться, он имеет право приходить к мэру города без очереди. Его мэр города примет и выслушает тех проблем, которые существуют на этой территории. А также мэр города ежеквартально встречается с представителями ТОС, выслушивает их проблемы, проблемы территорий. И, конечно же, стараются в первую очередь в порядке решать. Но ТОСы все создавались, в принципе, при тесном взаимодействии с депутатами городского уровня. Это муниципальный уровень, это очень хорошая практика. И, соответственно, ТОСы при этом хорошо работают. Потому что такая увязка есть ТОС, депутат муниципального уровня, депутат регионального уровня собрания окружного, затем муниципальная власть. Тогда хорошо будет ТОС работать. ТОС захребетный тоже себя хорошо показал. Вот это как раз ТОС без образования юридического лица, не имеющий собственного счета, не имеющий собственных денег и средств, очень хорошо работает. Это реализует проекты. У него реализован проект детская площадка. Сейчас они, значит, ТОСу легче выходить на какие-то программы. Почему? Потому что они уже, люди уже саморганизовались, они уже знают и решили уже для себя, что им необходимо, надо в первую очередь, где. Они знают свою территорию, уже им не надо будет снова собираться, обговаривать. Они уже услышали друг друга, поняли друг друга, и они что хотят сделать в первую очередную здесь очередь на своей территории. И, соответственно, когда был объявлен конкурс проектов по местным статьям, округам, то, конечно же, ТОС им легче быстрее собраться. И тем более там еще идет софинансирование проектов, им легче, они же доверяют друг другу, они уже знают друг друга. Соответственно, легче собрать денежку, которая не для софинансирования необходима. Они уже достаточно хорошо работают на своей территории с предпринимателями и, соответственно, быстрее входят в проекты. Также вот ТОС с Хребетами, которые вы упомянули, они уже дважды, значит, они уже зашли в проект, значит, по местным стативам. Они в прошлом году, они устанавливали тренажерную площадку на своей территории. Также при помощи, значит, муниципалитета была установлена детская площадка. Собственно, силами они благоустроили свой пруд, озеленили его, очистили от мусора субботниками, ну, своим трудом. Также там посадили ель. В общем-то, очень хорошо доступ организовывают, дружно. И в прошлом году они тоже так же за счет микрогранта ресурсного центра они установили хороший фонтан Китенок. Проект Китенок замечательный был. Вот другая совершенно специфика работы ТОС Старый аэропорт. У них, как мы говорили, у ТОС Старый аэропорт, у них нет своего клуба, помещения, где они могли собираться. У них очень активный председатель ТОС. Она представляет интересы своего микрорайона перед всеми уровнями власти. Добиваются там благоустройства дорог. Своими силами тоже очень много делали. В прошлом году ТОС Старый аэропорт приняли на работу подростков. В результате они очистили свою территорию, береговую, территорию ближайшего леса от мусора. И, значит, во-первых, свои подростки, которые проживали на территории Старого аэропорта, были трудоустроены. А во-вторых, такое благое дело сделали. За счет грантов они закупили цветы. И подростки, значит, цветы, и обязательно ящики, для которых награждение устанавливается. И они красиво установили цветы в прошлом году. Обратите внимание, у них такие хорошие, такие добротные ящики для цветов, которые будут пользоваться не один год. Люди сами готовили рассаду, закупали рассаду солнышка. И это красиво. Затем в прошлом году, когда вот была засыпка территории многодетных, там же, помните, весь город говорил, как жалко, те ели, березы, которые будут засыпаться песком. Так вот, ТОС спас их. Они уже под зиму, они уже с помощью, значит, людей деньги собирали, конечно, они даже ключ бросили, кому сколько не жалко. Люди давали деньги для того, чтобы заплатить за транспорт, для того, чтобы выкопать это дерево. Они же большие деревья, крупномерные. И посадить их на территории детской площадки. Вы обратили внимание, наверное, на улице Российской, возле детской площадки высажены деревья. Вот они оттуда присадили. Это инициатива, и самое главное, не только инициатива, но это большой труд, то, что провели ТОС. А на Редмар Вилладж у нас есть ТОС, потому что им как раз не хватает зелени. Да, Вилладж, к сожалению, ТОСа нет, но там есть очень хорошая инициативная группа. И в Вилладже, значит, там есть очень хороший человек, который умеет озеленять. У нее там целый питомник высажен около дома. Она очень хорошо с любовью рассказывает о каждом саженце, который там высаживается. У нее там, ну, практически там маленький питомник рядом с детской площадкой. И мне хотелось бы, чтобы там был ТОС, и мы помогли бы им организовать ТОС. Это самое главное, чтобы люди сами захотели. Как только они захотят, мы поможем. Но что необходимо им сделать? Это собрать инициативной группой, чтобы инициативная группа была не менее 7 человек хотя бы, потому что у них там несколько, много домов. Затем обратиться к своему цимполитет, к своим депутатам. Потому что регистрировать будет муниципалитет, согласно положению, которое принято в муниципалитете. Это через депутатов идет. И тогда уже процесс будет запущен. Ну, а мы, в свою очередь, поможем им и с уставом, и со всеми организационными моментами. Вы сказали, что есть ТОСы зарегистрированные и не зарегистрированные. Вот не оформленные юридические ТОСы, они тоже вправе участвовать в конкурсе? Нет. Нет. Не во всех. Не во всех. Значит, у нас всего три ТОС, которые зарегистрированы в форуме юридического лица. Минюсти Архангельской области. Они являются налогоплательщиками, они имеют свой расчетный счет. И, соответственно, они могут участвовать в конкурсах всех уровней. В муниципальном, региональном, то есть в окружном, которого сейчас проводили конкурсы. И также они могут спокойно выходить на федеральный уровень. Гранд-президенты, пожалуйста. Во всех конкурсах, которые организовывают Лукоилы, там, все фонды, которые проводят конкурсы, они могут выходить. Они очень активно этим пользуются, они очень обязательно привлекают деньги на свою территорию. И маленькие, получается, 150 тысяч минимум грант, получается, да. Это хорошие деньги для того, чтобы что-то сделать. Вот. Они могут закупать имущество по субсидии, могут на грант проводить мероприятия. В общем-то, у нас на нашем муниципальном уровне очень хорошая поддержка есть. Программа поддержки территориальной общественной самоуправлении. Недавно был конкурс объявлен, да? Да. У нас, получается, в городе был конкурс объявлен для НКО и ТОС. Это получается, что они, НКО, они получить могли 150 тысяч на мероприятие. Сейчас объявляется конкурс субсидия на деятельность. То есть сейчас по субсидии у нас по конкурсу идет первое место 200 тысяч, второе место 150 и 100 тысяч. То есть вот эти суммы могут получить ТОСы на свою деятельность. То есть на наведение расчетного счета в банке. Это тоже денег стоит. На констовары, на конкурс техники, на закупку имущества. Но вот у нас, опять же, ТОС-Аэропорт закупил даже снегоуборочную технику и еле закупили. Вот. Также на аренду помещений. Вот ТОС Сахалин как раз на аренду помещений может, пусть не полностью всю сумму, но вот часть какую-то оплачивать за счет таких денег. Вот. К сожалению, ТОСы без образования юридического лица не могут этим пользоваться. Но это решение самих граждан. Они сами решают, в какой форме им быть. Юридической форме или не юридической. Что они хотят делать. И может быть, им достаточно хорошо взаимодействовать с муниципальной властью. И, допустим, какие цели они преследуют. Что они хотят делать. От этого зависит, в какой форме они будут работать. Ну, а для того, чтобы помогать ТОСам без образования юридического лица в своей деятельности, ресурсный центр как раз, ну, закупать, допустим, мы закупили музыкальное оборудование. Мы, если необходимо, мы приходим в ТОСы без образования юридического лица. И проводим там мероприятия. Они даже сами проводят. Мы просто помогаем им оргтехникой. Да, вот это приносим, допустим, что необходимо. Столы там, колонки музыкальные. Волонтёры приходят, помогают им. Вот такой вот, там, проводят весёлые старты. Вот такой вот, всё мы помогаем. Ну, я хочу сказать, ТОСы сами проводят. Мы просто помогаем им. Вы как раз упомянули ресурсный центр, вы стали его создателем, да, Вера Венеровна. Почему возникла такая идея? Почему так болеете за ТОСы? Объясню, почему. Потому что, к сожалению, ТОСы без образования юридического лица не могут участвовать в грантах, да? Но помогать им надо. Как-то надо помогать реализовывать их проекты. Проекты замечательные. Вот, как вот Китёнок проект, да, допустим, у нас в прошлом году, ну, в общем-то, они получают небольшие деньги. Максимум 50 тысяч. Но, тем не менее, они что-то хорошее могут сделать. Это их инициатива. Они сделаны своими руками, на своей территории, вместе с соседями, дружно. И очень хочется помочь что-то для того, чтобы они могли скупить материалы, там, что-то сделать. И, соответственно, в 2015 году мы решили, значит, создать ресурсный центр. Как раз приоритетное направление деятельности ресурсного центра – это оказание содействия в организации деятельности. И вообще для того, чтобы ТОСы создавались на территории нашего округа. Вот ресурсный центр был для этого и создан. Как раз вы выиграли, по-моему, в 2018 году президентские гранты и объявляли конкурс о микрогрантах, да? Значит, мы с 2015 года мы всегда во всех грантах, во всех уровнях мы стараемся участвовать, потому что нам же хочется помочь ТОСам всем, да, которые с нами работают. И поэтому мы участвуем во всех грантах, и муниципальные гранты получаем, и окруженные. Также мы в 2018 году, вот мы не первый раз замахнулись туда, мы и до этого пытались войти. Там же не сразу получаешь деньги. А сколько получили денег? По конкурсу. Меньше 500 тысяч. Мы 495 тысяч получили. До 500 тысяч там идёт первые гранты, которые реализовываются через фонд президентских грантов. Это нам было достаточно, мы закупили оргтехнику, закупили музыкальные центры. Также мы провели ряд семинаров, ездили по ближайшим деревням. Денег не хватает нам, к сожалению, на то, чтобы на вертолёте куда-то слетать и там с людьми поработать. В каких-то дальних муниципальных образованиях. Но вот ближних мы съездили, куда могли доехать? На Уране, на лодке, на машине. Вот так. То есть сейчас тоже подали грант президентский, но пока ещё результаты не... Ну да, мы, конечно, мы обязательно же опять подались на президентский грант. Опять же, с той же тематикой территориально-общественное управление. Вот. Для того, чтобы какое-то организовать мероприятие осенью, надеемся, что вот этот наш коронавирус, так называемый, спадёт на нет. И снова соберёмся. На общественных территориях, да. Но самое-то главное, да, вот мы сейчас задели вот этот вирус, который разобщает людей. Вот. И у нас вроде бы мероприятия сейчас в соседских сообществах не проводим. Тем не менее, что такое соседские сообщества? Это помощь друг другу. У нас когда были одно время сильные шторма и морозы сильные были, а что делали тосы? Значит, зная, что в каких-то домах проживают одинокие бабушки, они обязательно помогали откопаться им от снега при заносе их домов под крышу снегом, да, и выйти, проверяли, чтобы у них всё было нормально с отоплением, газом, чтобы было тепло. Они ходили, смотрели. В общем-то, это было практиковали все тосы. Оно же сплочает тосы людей. Конечно. Мы знаем друг друга с соседом, мы с ним разговариваем, разобщенность уходит. И помощь, вот, как-то общий труд, общий труд на благо всех, он как-то сближает людей. Сближает и меняет отношения, правильно? Да. Лишний раз не кинешь бумажку, да? Ну, самое-то главное, мы начинаем понимать, слышать друг друга. Потому что, когда ты только, вот, самое главное, смотрите, обратите внимание, что у нас эти тосы практически организованы в микрорайонах индивидуальной жилой застройки. Да. Эти, конечно, они вышли на проблематике, там нет управляющих компаний. Они управляются территорией сами. Вот они как раз и созданы. У нас тосы ещё есть в многоквартирных домах. На Вятру 26, на Зелёной улице есть тосы. Они тоже хорошо работают. Они не благоустроят, конечно, дороги, это им не надо. У них есть управляющие компании. Тем не менее, они так хорошо проводят мероприятия, и с помощью своих каких-то, вот, хорошей организации межсоседской, да, такое место сообщества у них создано в доме многоквартирном, то им легче включаться в какие-то программы. У них муниципалитет быстрее их извиняет, чем другие дома, потому что там люди в самый свой труд вкладывают, правильно? А потом, значит, устанавливают детские площадки. Заметьте, управляющие организации лучше к ним относятся, потому что там не портится общее домовое имущество в этих домах. Люди друг друга знают. Они как-то доброжелательно друг к другу относятся. Соответственно, общее домовое имущество не портится, и управляющие компании лучше их обслуживают. А сложно зарегистрировать ТОС? Многие же боятся вот этой ответственности, да, думают, вот полотитые бумагами. Самое главное, да, первый шаг, первый шаг. ТОС создан тогда, когда он будет зарегистрирован в муниципалитете. Это не обязательно, чтобы он должен был зарегистрирован в Минюсте. ТОС, когда зарегистрирован в муниципалитете, он уже является ТОСом. А какой форме он будет дальше уже в муниципалитете, это же другое дело. Значит, создается инициативная группа, ну, желательно 5-7 человек, чтобы было, значит, таких едомышленников. Вот. И потом, значит, эта группа у нас в первом своем заседании выбирает уполномоченного, который будет вести работу дальнейшую по представлению интересов их в муниципалитете и в муниципальном совете. Они пишут свой протокол, что составляется, ну, они решили создать свой ТОС. С этим протоколом обращаются муниципалитеты, или муниципалитеты, значит, городской совет, в данном случае, как в нашем городе. И, соответственно, потом начинается работа. Городской совет помогает ТОСу, у нас есть положение разработано, там есть премьерный устав, помогает ТОСу определиться, в какой форме, как и где, на какой территории будет работать ТОС. Уже в городском совете тоже специалисты помогут сделать этой инициативной группе все первые шаги. Дальше, после того, как границы ТОС будут определены городским советом, то уже устав будет зарегистрирован в муниципалитете. С момента регистрации устава в муниципалитете ТОС считается организованным. У нас, получается, один СТОС. Кто-то активно работает, кто-то менее активно работает, у каких-то сил, у каких-то причин, допустим, но все равно они постоянно все равно работают. Потому что муниципалитет не диктует свои условия работы. Люди сами думают, что им хочется делать, что они желают делать, что они могут делать на своей территории. Они это и делают. Если будет так создан ТОС в какой-нибудь территории, куда можно обратиться, чтобы вы помогли оформить красиво эту инициативу и податься на грант? Во-первых, так как я являюсь депутатом городского совета, вы можете обратиться в городской совет. Тем более, что у нас ТОС очень хорошо создаются, когда они создаются с помощью депутатов городского совета, того района, где находится эта территория. Потому что потом, в дальнейшем, все депутаты практически работают в связке с ТОС. И, значит, это первое. Второе. Сказала я, что в городской совет можно обратиться. По-любому надо будет обратиться в городской совет, потому что территорию вы будете определять с помощью специалистов городского совета и депутатов. Затем вы можете обратиться к нам в ресурсный центр. Значит, телефончик. У нас есть страничка ВКонтакте ресурсного центра. Также мы находимся в седьмом кабинете департамента внутренней политики на улице Алина, 25. Почему на селе ТОС менее активны? Казалось бы, там им проще создать, да? Там все друг друга знают. Ну, во-первых, у них, понимаете, там, наверное, в силу того, что у них есть старосты, там, где нет муниципалитетов, у них муниципалитет прямо в селе находится, если, да, вроде бы, там он занимается полностью всем своей деятельностью, который... Вот, и вроде бы все решают вопросы. Рядом все. И нет такой вот, ну, как бы, может быть, даже надобности, так скажем, для деятельности ТОС. И поэтому в селе ТОСы создаются тогда, когда они хотят привлекать деньги для какой-то еще дополнительной работы своей. Что-то интересное, допустим, для молодежи что-то хотят сделать другое, что-то, как НКО, да? Для пожилых людей еще что-то. Какую-то дополнительную работу хотят, если проводить, то тогда ТОС создается. Но и хотела бы сказать, при муниципалитетах могут ТОС создаваться, как в Шоне, да? Очень здорово же. Они начинают очень хорошие проекты реализовывать для людей же за счет грантов, за счет дополнительных средств, которые привлекаются на свою территорию. И очень же здорово, смотришь на карту, значит, нашего Нейского округа, и далекая-далекая Шойна на берегу Белого моря. Такая она там одна, маленькая. И так гремит на всю Россию. А какие интересные у них были проекты реализованы, Вера Венеровна? Шойни, ну, в общем, я не могу перечислить себе проекты там, которые реализованы, потому что они напрямую входят на все фонды. Я знаю, что это работа муниципалитет полностью. То есть у них там это дело работает. Поэтому они очень хорошо, грамотно подошли к своей работе. Конкурс недавно был объявлен на лучший ТОС. Что это за конкурс? И что нужно сделать, чтобы в нем поучаствовать? Конкурс лучший ТОС, это, значит, также, опять же, наши три ТОС, которые являются юридическими лицами. Это ТОС Старый Аэропорт, ТОС Сахалин, ТОС Мирный. Только они могут поучаствовать, да? Только они могут поучаствовать, потому что они имеют статус юридического лица. Ну, я скажу, что, конечно же, ТОС и без образования юридического лица тоже имеют право на поддержку в этой программе. Программа, значит, развития, значит, гражданских инициатив в нашем городе. Там у нас есть такая статья расхода, значит, поддержка ТОС, председатель ТОС, то есть председатели ТОС могут по отчету своей деятельности за квартал подать отчет и получить компенсацию по своим расходам, которые они провели по своей деятельности за квартал. Это тоже в рамках этого конкурса? Нет, там без конкурса. Это у нас заключается договор с председателем ТОС. И, соответственно, он, конечно, работает же, он же очень много проводит своего времени для того, чтобы там для своих соседей все что-то хорошее сделать. Конечно, это колоссально трудно. Да, там он тратит и бумагу, и телефон, у него очень много работает, и констовары приходится ему покупать. Вот это все, вот он на это как раз получает небольшую компенсацию. А сколько компенсация? Там разная, потому что там бальная система, сколько собраний граждан провели. Там очень сложно заработать свою денежку, поэтому серьезно ТОС работают. За счет оригинального гранта в прошлом году ТОС провел обучение по специальности менеджера местного сообщества. 20 человек с нашего округа обучились на территории безвыезда. Мы здесь привлекали специалиста из института, значит, с Москвы, и он обучал наших представителей ТОС, и всех там желающих. Обучились 20 человек по специальности менеджера местного сообщества. Здорово. Вера Венера, спасибо большое вам, что сегодня пришли к нам в студию. Спасибо за ваше дело. И побольше вам и инициативных граждан. Приходите к нам еще в студию. Ну да, и с удовольствием, потому что я хочу сказать, что инициативные граждане не только в ТОСах работают, они и советы домов тоже не должны выпускать в виду. Они тоже хорошо работают. Спасибо. Пусть работают еще лучше, на благо нашего общества. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях был председатель ресурсного центра НКО Вера Дроздова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин